Приветствуем вас в нашей сегодняшней программе встреча с удивительным человеком человеком мистиком пастырем человеком которому обращаются многие люди за мудростью за советом уверенные что они будут выслушаны что им послужат в духе любви христа с нами сегодня пастырицы из города великие луки андрей лукьянов доброго времени рада вас видеть и мы пользуемся случаем чтобы спросить вас вас вы рассказываете о царстве отца вы рассказываете о преображении души вы рассказываете какие-то удивительные встречи с ангелами о духовных переживаниях но здесь мы пользуемся случаем чтобы узнать о ваших переживаниях а вас самих вас слава богу целая семья лукьяновых и папа ваш тоже пришел к богу и мама сергей ваш старший брат тоже горячо любимый очень многими-многими тысячами людей за его искреннюю такую проповедь об иисусе искреннее просто излияние любви и расскажите как вообще вот бог получается перевернул вас вашу семью как бы что он внес вашу жизнь чем стала для вас жизнь с богом чем было и чем знала здесь мой брат тоже мой любимый горячо любимый мой брат который я очень люблю сыграл определенную роль тоже вот именно он в общем-то и привел всю нашу семью лукьяновых к христу и сделано то с таким огнем и энтузиазмом что у нас выбора мне кажется не было но он да он двигался абсолютно в воле божией а мы же потом когда мы так ретроспективно смотрим назад мы начинаем кое-что понимать в своей жизни вот а когда живешь так живешь свою собственную жизнь там не все ясно пока ты на пути и в детстве например но в школе когда я учился в школе в школьные годы у меня была кличка и кличка была святой я помню когда первый раз это дошло до моих ушей я подумал надо драться с этими ребятами подумал не нормальная кличка и в общем-то согласился с ней затем я три года уже после школы я закончил мореходку и три года я работал на ледоколе руслан и там очень быстро меня начали в общем-то на меня обратила внимание начальство и хотя я не был даже консомольцем так случилось меня привлекли к всем собрать там были какие-то собрания профсоюзной и так далее я не мог понять почему без меня ни одно собрание не обходится я был всего лишь там мотористом с нижней палубы но за мной приходили и меня звали и каждое собрание заканчивалась этой фразы что думает по этому поводу андрея лукьяна и я выбрал самую неудачную профессию на для меня для моего склада это был такой глупый поступок я очень плохо разбирался в моторах в двигателях внутреннего сгорания и подумал вот заодно и научусь и пошел и потом это окровавленные пальцы слезы на глазах я крутил гайки каждый день и я просто понял что это не а это было романтика да то есть вот что мы закончили стали романтика но когда ты реально оказываешься там там все время штормит после не видишь и вот этой красоты воды да ты где-то там вот как раз в моторами между романом рефлексом ты замечаешь красоту постоянно морская болезнь северные моря они очень такие жесткие моря это постоянно шторма то стоит от отойти от причала и тебя начинает уже качать вот и мой такой стармек такой здоровый такой мужик с такой немножко поросящим таким выражением лица я помню как он мне сказал какой-то мотористы священник ты будешь священником это еще было в советское время чем он так вам за и это был мой вообще не понятие не городу про меня это было не укладу да вдруг он мне сказал что ты будешь священником это был по 1 мой пророк это вот мой старший стармех мой старший механик я не мог понять почему но что-то люди видели во мне и я видел что ребята приходили просто садились на пол около моей шконки и просто рассказывали мне свою жизнь изливали изливаю свою душу чтобы я просто выслушал их что-то им посоветовал и такие же отношения у меня были с мамой а мама она воспринимала меня также как и учителя хотя она была моя мама но она рассказывала о своих ситуациях жизненных она просила совет у меня тоже какой-то и я в общем-то старался помочь я старался помочь и из-за я не знаю за чего это это что-то за пределами может быть нашего такого осознания вам не было тяжело не казалось что мама взваливает на вас что-то или вы просто воспринимала это как данность просто не ребенок вот это мог или юноша я вот был таким человеком что если человек роняет чашку она разбивалась моем сердце где-то не пол такого чувства я не смеялся над людьми да я у меня было всегда такое сопереживание по отношению к людям к окружающим сейчас мне трудно объяснить откуда это взялось это откуда с детства может быть или из этой отверженности может быть которая была здесь может быть какие-то жизненные несчастья помогли именно в этом то что в детстве я умирал какой-то неизлечимой болезни и это язык из-за того что отец так кричал дома я стал заик и я заикался в действии меня лечили от заикания то что я был напуган но просто но сферы которая была в доме она была тяжелая потому что отец работал в снабжении и в то время он начал когда я родился он начал пить до этого он был спортсменом превосходным стал спортсменом огромная кипа грамот у него было но как вот снабженцы вот советское время они трезвыми никуда не ездили не возвращались и это приводило к такой тяжелой атмосфере дома и выливалась до да 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 и и в то время конечно мы не слышали слов любви не было такой традиции чтобы где даже понимание да что больше времени мы болтались на улице мы проводили во дворах где-то там между гаражей или влази по каким-то стройкам вот и да это такое время когда детей было не дозваться домой когда мамочки кричали в окно там андрюша серёжа и по десять раз это сейчас уже не выгнать на улицу вот и и может быть из-за этой отверженности из-за того что часто влетала несправедливо во мне рождалось чувство справедливости она рождалась в углу к ты стоишь в углу и наказанный за что ты ты не понимаешь за что тебе влетела и ты внутри говоришь себя я никогда не буду принимаешь решения и вдруг в тебе начинается расти вот это чувство чувство справедливости мне помогало то что во мне очень сильно развивался такой наблюдатель внутренний наблюдатель из-за отверженности которые я переживал мне приходилось уходить в себя и оттуда наблюдать внимательно наблюдать за тем что происходит вокруг как бы за своего окопа да и наблюдая за людьми я учился то есть я учился как делать как не делать вот и и как-то это ощущалось видимо людьми что я что-то знаю вот и то что я не буду осуждать и по-доброму смогу поговорить с человеком потому что у меня чувство сострадания вот было по отношению к людям к их более принимал как свою их боль и это под помогало да и это закладывало вот такие пастырские качества наверно какие-то которые это сам конечно не осознавал но другие люди их их видели во мне и когда брат пришел ко христу он естественно первым нашел меня он приехал тогда он с ярославля учился в волковском театральном училище он приехал домой как ветер просто ворвался со всеми фейерверками на которые он способен он сам человек фейерверк такой он всегда был некоторые думают что вот такой актер и поэтому он так вот себе ведет но все как раз наоборот потому что он такой и есть по природе очень скрометный веселый он стал актером именно из-за этого и там не было бы там без вариантов он так как огонь просто вот вошел в наш дом и первое что произошло это был звонок матери мать находилась таком возрасте когда обычно женщины впадают в депрессию такую затяжную уже не было смысла жизни 50 мамочки ну что-то там да может даже чуть не вот где-то за 40 вот и в тот до 50 и в то время вот это было так ну так тяжело в семье уже там был разлад дети выросли это та ситуация когда дети вырастают и уже взрослые то есть родители ничего не связывает их как бы они слишком разные становятся вот и были дома скандалы были драки дома был просто до воя доходило до воя каждый праздник это кошмар который правда что это заканчивалось в янке это заканчивая стенами воем и для нас для детей естественно это было тяжело а сколько вам было лет тогда ну вот я вернулся получается так что года 23-24 когда я вернулся с севера то есть я три года я отработал на судах на судах три года и еще было обучение до этого я вернулся где-то 24 года наверно и вот в это время я приезжаю в свой город а это 90 уже это вот те лихие 90-е когда кризис страны разруха кризис но я этот момент запомнил потому что бог запечатлел его но практически физически можно так сказать да я был на спортплощадке и я помню как эти мысли меня под посетили я стоял облокотившись на турник а мой приятель крутил солнышко на турнике и как-то я задумавшись о смысле жизни неловко наклонился вперед и получил кроссовком в лоб со всей силы так что увидел звезды как говорится и как-то вот эти мысли впечатались в мой разум что смысле жизни да что это важный вопрос подтверждение да и а я как раз думал о том вот стоял что неужели я буду жить так как большинство людей которых я знаю в провинциальном городе это вот твой родной комбинат это точить болванки на заводе и пару дежурных магазинов по дороге с работы туда я бы неужели для этого я рожден вперед да 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 и вот это все депрессия туда серость и я думал что я не за что не буду жить таким вам ни за что только я себе это сказал и мне прилетело тут же чтобы я запомнил это потому что когда я вдруг оказался на комбинат именно в то в том что я хотел избежать и вдруг я понимаю что я со всей толпой вот это я бреду на этот комбинат даже не рассчитывая там на зарплату особенно потому что в то время были проблемы с зарплатами задержки были очень серьезные потом деньги в конверте там начали какие-то премии начали давать вот и и также с работы и вот эта страшная мысль что я привыкаю меня затягивает что меня затягивать я начинаю привыкать просто привыкать приспосабливаться и это ужас вот что и я пытался найти себя но это как будто это как мышь в лабиринте я себя чувствовал как будто я вот ищу 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 что в чем я должен заниматься в жизни и у меня были какие-то интересы я мог рисовать неплохо рисовать но я понимал что нет как и на рис для от души я могу нарисовать но художника это не мое я очень так в истории увлекался прямо вот мне очень нравилась история но в то время это учить съезды партии надо было это все это вот эта история она меня задана меня это не интересовало и я просто до отчаяния доходил и я погрузился в глубокую такую депрессию из-за этого и буквально это стало нормой жизни эта депрессия это я ощущал ужасную внутреннюю боль и просыпаясь с утра я чувствовал как меня пронзает вот это какая-то внутренняя душевная боль именно из бессмысленности жизни и безысходность из исходности такой цинизм пришел ранний такой когда такой циник типа мужик у тебя уже все было в жизни как анекдоте да и я чувствовал тяжело вот это все переносил и вдруг звонок брата и странные слова мама ничего не бойся я теперь многое могу это очень впечатляюще прозвучал и вдруг в этом было убеждение это было с верой это было сильно с пониманием дела переполошились все его друзья забегали побежали ко мне андрей что-то случилось надо спасать надо сереже спасать я почувствовал свет в этих словах я ему сказал что все с ним хорошо он что-то нашел и потом я увидел что мама уехала к нему в ярославль и когда она вернулась она как будто на 10 лет моложе я просто увидел физические преображения и и она спорва кричал иисус господь мне ничего это не говорила да ну я чувствовал здорово как бы вот ну и я должен был признаться что мои беседы с ней вот на кухне за столом они нет не сыграли такой роли то есть они не помогали ей на это было больше вот так как души шаманство такое до забалтывания проблем а здесь я увидел реальное исцеление прямо преображению и меня это очень сильно коснулось и дальше было письмо от брата где он писал сразу о всем самом важном что пережил то есть о духе святом а что такое для человека вот постсоветского пространства что вообще понятие дух святой это какая-то поповская непонятная терминология что это такое как это потрогать пощупать какой там дух какой святой для меня это было ничего не понятно более того он оскорбил там всех моих святых с которыми успел подружиться мы в то время тоже были 90 и тогда железный занавес рухнул и много разной литературы ходил амбхага вангиты красивые книги там рерихи блавацкие там карнеги тогда все зачитывали зачитывались как ходить и улыбаться и разводить ближнего твоего вот все и мы зачитывали с этими вещами и здесь но правда был такой бог тоже вел меня до этого момента у меня было очень сильное переживание любви который я не мог объяснить и которая была не любовь вот именно к человеку какому-то хотя человек растормошил вот эту любовь это была такая встреча можно сказать даже свидание на теплоходе под названием фридрих ангельс на волге да когда одна девушка еврейка она обратила на мне внимание когда находился в глубочайшей депрессии но она проигнорировала все весь этот ужас который я транслировал в окружающий мир и она начала по-человечески со мной просто общаться я распугал всех ее друзей которые были вокруг нее все убежали я нахамил всем в тот день кому только мог но она проигнорировала моё хамство и осталось со мной и очень по-доброму по-человечески без продолжала со мной беседовать и мы я знал что мы никогда больше не встретим это был последний день на теплоходе мы не я не дал ей там свой адрес даже и все остальное хотя она спрашивала но когда я ехал потом возвращался в свою часть где вот я служил где работал на ледоколе вольно-наемном какой-то свет загорелся внутри меня и я начал думать о любви но не о любви человеческой а о чем-то более высоком во имя чего люди готовы были жертвовать собой до этого мои друзья они говорили мне андрюша греби под себя вот все эти сантименты они мешают жить надо отбросить все все вот это и надо жить так чтобы гребсти под себя и вот так я был научен и здесь я увидел что это была ложь что они есть что-то чего они не поняли мы увидели в этом общении такой бескорыстную любовь да 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 она ее просто проявил вот эту поддержку на ее проявила это как бы открыла для меня определенную дверь и стала ступенькой что я мог потом воспринять евангелие услышать его и у бога все в свое время и и дальше вот мой брат он прислал мне книги кстати это были такие брошюры кэнта хэггана но я брезговал даже ими мне казалось неужели какая-то ценная информация может быть вот такой дешевый брошюр к тому времени читал толстенные книги я читал философ различных это было выгодно на корабле потому что нельзя было ничего ставить на своем столике что-то сопрут тот же друг но дорогие когда приходили в мою каюту брали книгу открывали там картинок нет только какие-то лысые мужики на на ножке и никто не трогал мои книги я я мог их спокойно читать знаю что никому не безопасно никому не не нужны но это были такие толстые книги а здесь какая-то тоненькая брошюрка и когда я начал читать прямо на работе где сидел начал читать я помню что громко начал смеяться и я узел так просто так просто и для меня кэн хэган он открыл простые законы веры просто открыл меня а бог начал посещать меня во снах сразу же практически во снах и у меня были сверхъестественные сны некоторые из них сбылись через 20 лет можно сейчас это вопрос в сторону но мне прям любопытно вот конкретно к этому месту то есть для меня всегда радость духовном мире было вот именно с христом тем что дух святой совершает вместе с тобой и получается как бы ты наполняешься его действительно естеством его силой можно ли сказать что вот в этих эзотерических практиках вне христианских наоборот вот этот вот яростный и этот жестокий мир как бы холодный пустой он наоборот вытягивает из себя энергию как бы он нуждается в тебе может быть заманивает тебя чтобы забрать у тебя часть можно такое сказать как да конечно я бы так сказал что там там есть множество огромное количество духов разного скажем так уровня и сразу и аппетитом да и у них у каждого своя задача своя задача одни это духе обольщения которые как раз работают вот на знание романтики до такой определенной романтики и пробудить в тебя аппетит и абсолютно беспощадные яростные духи которые вот ты как кость для них да как для для собаки да которые набрасываются на тебя и очень жестко тебя но есть и реальные вполне ангелы божьи которые стараются из любви божьей испанец они пропитаны любовью и истиной они не могут тебе помочь что он в смысле что они не могут тебе донести до тебя истину которую ты еще не способен принять но не могут дать тебе пендаль чтобы ты не ходил туда куда не надо то есть там есть все такие божественные силы или защиты защитники такие от бога которые но видимо ответственны за ту судьбу которую бог тебе дал а не за ту которая ты пытаешься за тот ложный путь и они тоже готовы тебе скажем так помочь и действовать достаточно решительно и иногда болезненно ну скажем так для нас а вы не чувствовали видели как-то да что это было видение или чувствование это как только я вошел в один из таких самых глубоких трансов я увидел лицо которое было как солнце живое солнце такое не не яркое солнце живое именно как вот русских сказках и я понимал что это какой-то дух это был такой глубокий транс то только я и только это лицо передо мной и вот это лицо но рассказала мне о всех моих грехах и она была очень строгим по отношению ко мне практически он меня отругал мне еще не было сознание греха но он донес до меня вот эту истину он просто рассказал мне о всех моих грехах и ему это не нравилось то что я делаю это как я поступаю и он это был сначала спокойный голос который становился громче и быстрее а потом он превратился в силу и ударил меня прямо этой силы и выкинул меня из транса просто выкинул то есть там были силы которые не давали мне войти в транс а вот такая защита стоял и только прошли годы когда я понял что это был ангел стать он представился и она я спросил его имя и и он сказал имя с раздражением сказал ты с возмущением с раздражением да но не был совершенно ласковый ко мне когда я спросил как тебя зовут он возмутился вопросом и он сказал как меня могут звать рассказал меня зовут андрей меня зовут так как зовут тебя а вот как прям так и сказал вот эту фразу да он сказал что он сказал андреем меня зовут как мне бы я потом я понял что это был мой ангел это был мой ангел который вот вот как библия говорит что их ангелы стоят перед отцом небесным этот был такой дал да который не пустил меня вот в то что я во что я пытался влезть который выкинул меня оттуда да хотя это была такая очень твердая рука это после этого я боялся входить в трансы просто боялся вот он меня может так сказать это все еще до письма сергея было да вот это приключение это было до письма на потом было письмо то есть это же все события которые вот на по нарастающей а на расставе да потом было письмо а потом был сон удивительно яркий сон где я увидел себя в тюремной камере это была классическая тюрьма с такой с решеткой вот но прям такая решетка на окне кровать на пружинах такая вот советская кровать с просто железная я сидел в своем обычном таком депрессивном состоянии на этой кровати и вдруг распахнулась дверь и зашла женщина такая очень пышная женщина восточных одеждах вот стикой на лбу вот так она такая очень религиозная она подошла и села рядом со мной она вот была наполнена любовью казалось и такой своей обаянием обаянием да она очень вкратчиво говорила очень вкратчиво по-доброму и она начала рассказывать мне о богах она сказала ты знаешь есть очень много богов и она называла имена богов она рассказывала о том какой бог за что отвечает там были тысячи богов о которых она хотела мне рассказать а я сидел вот как бы не совсем вслушиваясь то что она говорит какой-то погруженный в свое вот это состояние она она вот так стрекотала стрекотала мне на уши рассказывает о богах и вдруг я прервал ее я сказал ты знаешь не еще одного бога знаю и она спросила с удивлением какого искал его зовут иисус и когда я произнес эти слова для нее это так как будто ей кислотой в лицо плеснули вот такой она вскочила замахала руками и побежала у меня все это благо сделаем все это было без пота исчезла и она она начала убегать она выскочила и как только она выскочила то я увидел как комната начала таять быстро это произошло за тут там доли секунд комната начала таять и я услышал гром это был гром прямо с неба это был гром как во время грозы просто вот гром раздался и я посмотрел я увидел иисуса на облаках это было настолько эпическое зрелище во славе вот с ангелами следующий за иисус опускался на облаках и но он был такой расслаблен сам он говорил со мной он смотрел на меня и он говорил но я не мог понять его слов я слышал гром его слова привык когда они до меня доходили они просто превращались вот такой в гром это настолько меня потрясло я вскочил просто выскочил из постели выбежал в коридор и я как его не было время чтобы я должен был прийти в себя кто я где я что такое это происходит но это выбило из меня прям выдуло все сомнения и яс в этот момент я осознал что есть боги а есть бог и что все эти боги они в какой-то оппозиции находятся к христу вот какой-то темной мрачной оппозиции и что это совсем не то что есть бог и письмо брата стало мне понятным именно вот через личное вот такое переживание духовное переживание это очень подстегнуло меня очень сильно и я буквально молился молитвой такой я говорил господь я понимаю что блажен кто не видел а уверовал но ты же дал фаме вложить свои пальцы в твои раны играл я фама где ты же фами не отказал значит и мне это не откажешь и мне нужно было ощутить что то есть я должен был убедиться что он реален да и бог дал мне такое переживание потому что я просил и он пришел ко мне так таким переживанием несомненным абсолютно переживанием что я ощутил его вот так как я ощущаю себя как собственную жизнь ведь у меня нет сомнений в том что я живой я знаю это в каждый момент нужно чтобы кто-то там пульс не проверил я написал справку я не спрашиваю скажите я умер ли я живой я просто ощущаю себя живым и вот так же как облако славы сошло на меня и я вот эту жизнь ощутил как свою собственную жизнь только его жизнь которая сошла на меня облаком таким серебряным облаком и потом часто это облако являлось молитве ко мне я ощущал его много раз я всегда радовался ему это приходило как серебряное облако и он называл я понял что я такой гордый у меня у меня такая была жадность по отношению к богу и я понял что это все для меня это не для вас это для меня то есть это бог это для меня это мое это я как раз вот так вот и мне казалось что бог давал всем кроме меня он просто как мне было ощущение что бог игнорирует меня всем людям вокруг раздавали пророчества все исполняли святым духом все говорили на козы я не мог заговорить на иных языках никак не мог за меня молились что чуть воздух не взлетал и я молчал как партизан стиснув зубы я не мог заговорить на иных языках и и казалось что все я приезжал на славные конференции пророки тыкали пальцем вокруг меня обстреливая все это ну что такое миша 66 на лбу написать почему вообще ты не имеешь ввиду и первое с чем я столкнулся со своей гордыни я был очень гордым и бог сдерживал меня у меня был такой вот максимализм и вот такие крайности туда и туда и и и вот именно была такая жадность что это моё бог ты только мой ты же знаешь что мне это так надо и в этот момент молчание несколько лет я думаю не меньше пяти лет я не получил ни одного пророчество ни одного пророчества такое ощущение что вот бог молчал все это время ну я просто не был способен служить но это научило меня тому чтобы не бегать за пророками а вникать в слово вот просто начинать вникать слово потому что слова божие есть самое вернейшие пророческая слова и я должен был удовлетвориться словно должен был смирить свои свой эгоизм и я реально я даже брал посты от гордости вот прямо так просто от гордости а когда мужик голодный он злой а ты должен быть вежливым всем улыбаться никому не хамить быть милым с людьми всегда говорим да да вот такие посты и это так тяжело когда ты когда ты голодный и когда там все все бурлит вот и хочется понервничать попереживать а ты а ты именно для этого и взял пост чтобы победить вот это в себе вот этот и твой твою гордыню твой эгоизм сломать ее в себе потому что мы каждый день мы собирались дома и мы каждый день ругались мы начинали читать библию начинали творить а это вот это время она начала образовываться домашняя группа вообще бог приводил людей так могу сказать что я приходил с работы звоню в дверь мама открывает и я слышал что у меня на кухне полно людей они приходили послушать евангелие вот так это было и был сделал нашу квартиру таким магнитом и вот так начала образовываться церковь им происходило много невероятных чудес дали люди падали без молитвы вот что было интересно под помазание божьего мы не успевали помолиться за людей просто слава боже сходила на них люди просто и и внутри а мы хотели все делать правильно то как мы видели в других церквях но люди которые приходили с улицы они не видели никаких церквей они приходили я помню ты только начинаешь говорить им о христе и вот ты поднялся сделал шаг человека он уже лежит и ты думаешь ты на рано упал не было ничего вот этого пафосного даже не успевали дослушать человек поднимался это время извините не дослушал люди не успевали дослушать просто вот так и потом были люди которые я шел по городу я слышал как кто-то кричал это человек божий и тыкали пальцем и на на весь квартал это человек божий и заходил в общежитие вот этого завода и я слышал это человек божий кто-то стоял в коридоре тыкал пальцем и люди вас начали воспринимать нас как сверхъестественных людей вот а вы все это время хотите кубок мой дай мне пророчества и в это самое в то же самое время одновременно я все еще был в и в своей отверженности она никуда не делась то есть многие вещи конечно бог и ставил сразу но какой-то букет остался на это потребовалось время чтобы осознать и вот эти вещи и я все еще долго ходил в этой отверженности я не мог принять на себя пасторство вот я уже исполнял эти обязанности я не мог но почувствовать себя вот этим почувствовать что был я был очень таким самоедом да вот и с молотком в руке как будто пытаясь делать скворечник из своей головы вот с мыслями осуждения постоянными с такой внутренней борьбой какой-то да с массой сомнений которые буквально разрывали разрывали мое сердце но это было такое не с одной стороны очень славное а с другой стороны непростое непростое такое время потому что мне нужно было одновременно разбираться с собой с огромным количеством минусов там и отверженностей и плюс еще служить людям которые уже говорили пастор и скажи нам слово от бога что бог говорит через тебя и буквально вот эти люди распечатали вот мой колодец внутренний я понимал что я не могу им сказать от себя я не хотел врать им и когда меня спрашивали не что скажет андрей а что скажет бог приходилось отвлекаться да то мне приходилось закрывать глаза стоять и спрашивать а что скажет бог и а внутри была такая паника я не знаю что скажет бог я даже не знаю как узнать что скажет я даже не знаю как узнать я ездил на семинары чтобы узнать как но они ничего не рассказывали там они просто показывали что бог говорит от места Сам механизм никто не раскрывал. Как услышать же все-таки, когда люди спрашивают. И в общем-то я научился слышать то, что Бог говорит людям. Я удивлялся всегда. Я говорю, мужик, как ты делаешь это вообще? Я удивлялся. И я говорил слово, и люди получали ответы для себя. Они говорят, спасибо, пастор. И в то же самое время я начал получать ответы для себя. Я начал понимать, как мы можем общаться с Богом. И я начал слышать Его голос. Первый раз, когда я услышал Его голос, я был напуган. Это было так громко. Мы с приятелем молились. Брат назначил меня пастором сразу. Когда он сказал, ты будешь пастором в этом городе. Он просто знал меня, он чувствовал меня. Он мой брат. Доверял, да. Это твое, Андрюша, ты не понимаешь, это твое. Ты будешь пастором. Я сомневался. Он мне сказал это, и я знаю, что он мне самое лучшее для меня живое. Но дальше у меня состоялся разговор с Богом. И я сказал Богу, буквально следующее, я сказал, что Господь, ты не того выбрал. Вот такой был разговор. И я начал искренне признаваться во всех своих недостатках и во всем, что, и какой я в школе был. Я занимался спортом, но я не учился практически. Мне казалось, что школа напрасно тратит мое время. Вот таким я был. И самое большое мое было такое признание, серьезное. Я думал, что когда я сейчас это Богу скажу, что это убедит его. Вот это моя фраза. И я сказал ее как можно драматичнее. Я сказал, ты знаешь, я верю, что можно и медведя научить на велосипеде кататься. Но ничего невозможно сделать с человеком, который не верит в себя. И я сказал, я в себя не верю. Точка. Вот так я сказал. И моментально, в один миг, я услышал его голос, который тут же сказал мне, спросил меня, а кто тебе сказал верить в себя? Вот это был громкий голос, да? Да, он просто сказал, а кто тебе сказал верить в себя? Я был в шоке от этого вопроса. И он сказал, верь в меня. Я призываю тебе верить в меня, а не в себя. И я сказал, договорились, Господь. Вот на этом я в тебя верить могу. И мои, вот те условия, на которых я пошел за Богом, что я верю в Него. Я осознавал, что Он есть свет, что в нем нет никакой тьмы. И у меня было такое слезное прощание со своей прежней жизнью, реально слезное. Я как на похоронах побывал, просто я понял, что... Хоронил себя, да? Хоронил себя, да. Я понимал, что даже то, что мне было интересно, и то, что меня увлекало, я понимал, что и это нужно оставить. Я реально убрал все те книги, которые я когда-то читал, которые я любил. Я все это удалил из своей жизни. И был пугающий такой, однажды такой голос, очень громкий, очень живой, когда мы молились с приятелем. Вот это я хотел вам сказать, да? И мы просто, мы не знали, что делать. Поэтому мы молились каждый день, мы молились каждый день. И вдруг в молитве я услышал спокойный, тихий голос. Но он был такой вот внешний, со стороны от кого-то. И этот голос сказал, делай что-нибудь. Я подумал, мне мерещится, может быть. Но стоило мне начать молиться, этот голос еще громче начинал говорить, делай что-нибудь. И он стал таким громким, что я испугался. Я настолько испугался, что я сказал, отойди от меня, сатана. От страха. Я сказал, отойди от меня, сатана. Но голос не умолк. Он также продолжил, сказал, делай что-нибудь, я тебе говорю. И я спросил, в страхе я спросил, господи, это ты? Вот такой был вопрос. И он сказал, конечно, это я. Он не просто сказал, вот когда прозвучало, конечно, это я, был взрыв света. Это был такой фермер, просто я оказался в сплошном свете. Как будто, это как салют, такой вспышка света. И в этой вспышке я услышал, да, это я. И я спросил, ты будешь мне помогать? Он сказал, конечно, я буду тебе помогать. Но ты начни хоть что-то делать. Мой вот этот ум, такой рациональный, пытливый, это не успокоило. Нет, в тот момент, конечно, я был рад, что остался жив, потому что меня это напугало, да? Но я, как только молитва закончилась, я сел на диван и сказал, а что ты не сказал мне, что делать? Вот что-нибудь, это же не конкретно, да? Но когда я вышел из своего вот этого заключения молитвенного и пошел к людям, и начал рассказывать им о Христе, я вдруг увидел, что все стало как по маслу. Даже самые твердые лбы, они просто начали открываться для меня. И я не мог понять, как это происходит. А это в какой момент было после того, как вы получили письмо Сергею? Это когда уже мой брат приехал потом, он всех нас крестил Святым Духом, за всех помолился, за всю родню, за всех. Все приняли Иисуса. Мои друзья, которые там, ну как, это даже еще не были друзья, это были люди. Вот человек, которому я недавно продавал книжки, какие-то эзотерические, я прибежал к нему с Библии, сказал, выкинь все книги, что я тебе продал. Это не то, что тебе надо читать. Читай Библию, да? Теперь вот это. Да, и я приводил их к брату, брат за них молился, они исполнялись Духом Святым. Я еще нет пока. Ну работа пошла. Да, ну работа пошла, да. И потом, когда брат сказал, ты будешь пастором, поэтому вот давай, начинай молиться. И как раз мой одноклассник приехал там с Можаевского, как раз из Питера, с Можаевского училища военного. И мы с ним вдвоем молились. И вот Бог тогда вот заговорил со мной буквально таким слышимым голосом. То есть я воспринимал это не как голос внутри, а как прямо слышимый физический голос. Везуха, многие ждут такого. Да. И потом я всегда ждал этого голоса. Он был редко, он был нечасто. Но каждый раз даже одно слово или одна фраза, это были потом километры проповедей. Как сказать, было много-много проповедей на эту тему каждый раз. И еще не было такого устойчивого приема у меня тогда с Богом, чтобы вот как сейчас я могу постоянно, у меня сейчас нету никакой проблемы в том, чтобы слышать его голос. Но тогда это было очень энергозатратно, требовало очень много молитв и настройку вот этих внутренних сенсоров. Но каждый раз это приводило меня в трепет, когда Бог начинал говорить. И однажды случилось так, что у нас было уже 30 человек, и мы проводили молитву, и я орал. В то время мы орали во время молитвы. Мы такие были, как оручие крестьяне. И я что-то орал Богу, и вдруг я услышал голос из-за своего плеча. У нас есть люди в церкви, которые до сих пор это помнят, хоть это 27 лет назад было. Это был громкий голос, который спросил меня, о чем ты молишься? И вот обмолил все, что я орал. Вот просто так спросил, о чем ты просишься? Подножка такая вообще. И я остановился. Я понял, что я должен что-то сказать. И я сказал то, что только что прочитал в Библии, слова Халева Иисуса Навина. И там были такие слова, что не бойтесь их, они достанутся нам на съедение. Вот буквально так. И я сказал, я хочу, чтобы этот город, чтобы вот этот город достался нам на съедение. Но я говорил это не в смысле там какого-то алчного, а вот именно как... Чтобы Богу он достался, чтобы Бог покорил этот город. Я сказал словами, как я читал в Библии. И была тишина. Ни голоса, ни звука, ничего. Я просто это сказал, и все. Через неделю приехал епископ наш. Никогда он такого не делал, я не видел, чтобы это было. Он построил нас, вот так вот в шеренгу, и начал проходить и молиться за всех. Подошел ко мне и сказал, Андрей, подними руки. Подними руки вверх. Я поднял вот так вот руки. И он говорит, так говорит Господь. Этот город я отдаю тебе. И ударил меня в ладони. Представьте, какое-то было переживание. И я видел, как Бог вот так вот шаг за шагом вел меня терпеливо, вел меня, несмотря на все мои религиозные психи, на все мои вот эти драмы и переживания, из-за того, что ты еще пока не знаешь его, не знаешь, как он, как он действует, как он говорит, как ты можешь приближаться к нему. Поэтому, и да, еще был важный момент, на котором можно завершить. Это то, что когда, как я почувствовал, как бремя упало с моих плеч. Время прежней жизни, оно буквально отвалилось с моих плеч, и я почувствовал такую легкость и радость, что я улыбался, я три дня ходил и улыбался. И перестал... Это было в начале? Да. И только потому перестал это делать, потому что у меня челюсть заболела. Буквально физически. настолько мышцы лица были не разработаны в этом отношении, что мне было больно. Не разработаны. Да, я уже не мог улыбаться. Мне больно улыбаться. Но я реально ощутил, вот как бремя упало с моих, и я был рад расстаться с этим бременем. Хотя я не был никогда ни наркоманом, я не пил, я не курил. У меня не было вредных привычек вот таких. Но при этом это не значит, что я лучше был других людей. Но я был циником, я был гордым, вот, и, в общем-то, чувствовал себя пустым, не видел смысла в жизни, чувствовал себя потерянным. И когда это бремя упало с моих плеч, я, конечно, это такое облегчение было. Вот. Ну вот и дальше я пошел за Богом, да. Вау, классно. Ну вот у вас был еще период такого возрождения как раз. То есть это стало как раз таким тоже моментом, после которого вы стали слышать голос постоянно, да? Да. Это произошло через, получается, 20 лет, после 20 лет моего уже пастерского служения, скажем так, да. То, что я до этого рассказал, это была первая любовь. Это, конечно, было первое пробуждение, первая любовь, выцерковление мое. И это был такой период, когда необходимо было утвердить свой ум в Слове Божьем. То есть с сердцем все было в порядке. А вот ум был полем битвы с врагом. Было много вопросов, на которые у меня не было ответов. И, конечно, я старался... И навыки новые как бы приобрести. И необходимо было утвердиться, потому что иначе ты мог ложиться спать верующим и просыпаться неверующим. Поэтому необходимо было именно ум утвердить. Андрей, спасибо огромное. Спасибо за вот эту предельную честность, открытость, искренность, которая многих очень воодушевляет и вдохновляет видеть Бога такого разного. Действительно, настолько особенно проявляющегося для разных людей. Но мне кажется, вы действительно очень одарены, конечно, видеть вот эти невероятно яркие картинки. Это такой контраст, наверное, действительно, с такой логической структурой. Для меня какие-то сверхъестественные проявления для людей были тоже как бы свидетельством того, что, может быть, Бог иногда как раз роняет людей, и там люди падают от присутствия Святого Духа, потому что Богу нужно срочно их отключить, чтобы совершить какую-то духовную операцию в них. Иначе это может длиться очень долго-долго, постепенно, шаг за шагом. И мне кажется, Бог использует такие яркие вспышки посещения для таких людей, как вы, но это становится огромным благословением для многих. И мне кажется, что, опять же, через ваш пример и вот такую детализированность даже аналитику пути, это становится подспорьем, таким духовным руководством для тех, кто возрастает во Христе. Спасибо вам за любовь к Богу, любовь к людям, такую самоотверженность в этом служении. Спасибо. Спасибо, Иван. Субтитры создавал DimaTorzok